Составлять маршрут, фиксировать его на смартфоне, и смартфон ведет инвалидов по зрению по тому маршруту, куда идут с точки А в точку Б, в том или ином городе необходимо пройти. Смартфон для инвалидов по зрению – вещь необходимая. Он и диктофон, и навигатор, и средства экстренной связи. Однако в гарантированный перечень технических средств реабилитации не входит. Мы его корректируем с учетом возможностей и бюджета Брянской области, и с учетом запросов, которые поступали или поступают. Стараемся вносить туда изменения. Сегодня там 10 у нас наименований. Те устройства, которые, допустим, Александр Андреевич просит внести, вот тот же самый смартфон, это очень необходимое средство на сегодняшний день. Я что предлагаю? Я на своем уровне сейчас сделаю запрос точно так же в комитеты и постараюсь на федеральном уровне внести поправку по поводу расширения федерального перечня. Бесплатный перечень медицинских изделий для больных с сахарным диабетом тоже нуждается в доработке. Ланцеты для взятия крови на анализ необходимы, но в перечне медицинских изделий их нет. Все родители за этими ланцетами, к сожалению, вынуждены обращаться в суд. Даже не через врачебную комиссию, хотя можно было это решить так. И мы все идем в суд, и это стоит копейки. У меня есть полные расчеты, сколько мы в год потратим денег на всех детей. То есть все это произведено. В федеральном законодательстве ланцеты – это средства диагностики, но без них невозможно использовать медицинские изделия из бюджетного списка. Возможное решение – добавить ланцеты в региональный перечень. Вопрос также взят на контроль сенатором Галиной Саладун. Многое сделано, поверьте, очень многое сделано сегодня. У нас 60% все равно социального бюджета, и также по всей России. Ну, стараются и здравоохранение, и образование, все подтягиваем. Ну, здесь надо тоже поработать. Обязательно поработай в этом направлении. Александра Савельева, Анатолий Чикрыгин, Брянск.